13 вопросов про Galaxy Note 9, которые вы задавали в нашем телеграм-канале. Погнали! Дмитрий Корничук задает вопрос, комфортно ли работать с DeX в офисных программах Word XL. Да, в Word XL DeX работать удобно, к тому же в Galaxy Note 9 теперь для того, чтобы пользоваться DeX, вам не нужно не покупать никакую подставку. Покупаете специальный кабель USB Type-C, HDMI, самсунговский, и DeX встроен уже в смартфон. Просто подключаете к любому монитору и пользуетесь. Вот так. Сергей Вадянов спрашивает или Вадянов, правда ли, что Note 9 такой же быстрый, как Pixel, или это все реклама? Скорость работы интерфейса не такая быстрая, как у Pixel. Скорость исполнения каких-то команд и прочих вещей, возможно, быстрее. Особенно, если говорить про обработку мультимедиа файлов. К примеру, вы сняли видео 4K, хотите его в родной галерее быстренько там обрезать, переконвертировать. Но вот это сделают, конечно, быстрее. Глеб задает вопрос. Идентичны ли модули обеих камер в Note 9 и Galaxy S9 Plus и все различия благодаря искусственному интеллекту? Или же все-таки модули разные, но 9 лучше фотографируют? Нет. Вы не заметите разницу фотографий между Galaxy S9 Plus и Galaxy Note 9. Даже добавление искусственного интеллекта не дает никакого преимущества. Более того, во многих смартфонах, включая Galaxy Note 9, искусственный интеллект бывает дает сбои и ошибки, и прям немножко неправильно перекрашивает фотографии. Но это мое субъективное мнение. Олег Агурец задает вопрос. Как камера лучше, чем у iPhone X и близко ли она Google Pixel 2? И что с лагами? Есть ли они или нет? Сначала начну с лагов. Я не могу сказать, есть ли лаги или нет, потому что я недостаточное время пропользовался смартфоном. Для того, чтобы он начал лагать, как обычно лагают все смартфоны, надо подождать месяца 2-3. Набить его огромным количеством софта, тогда и посмотрим. Поэтому пропускаем этот вопрос по поводу камеры. Да, камера лучше, чем у 10-го iPhone. Это действительно так. Лучше с точки зрения детализации и светосилы. С точки зрения цветопередачи не лучше. Видео снимает на очень хорошем уровне, лучше, чем Pixel 2 XL и приблизительно так же, как у 10 iPhone. Но цветопередача у 10-го iPhone с точки зрения видео и фото мне нравится больше, потому что она более естественная. Royal Flare задает вопрос. За сколько бы ты его себе купил как единственный телефон или сэкономил бы и взял бы что-то другое? Я бы не стал покупать себе Galaxy Note 9 как собственный телефон, не потому что это плохой смартфон, потому что я бы выбрал Samsung Galaxy S9+. Мне он нравится больше по своему форм-фактору и своим округлостям. Он как-то более приятнее лежит в руке. Я не являюсь пользователем S-Pen, хотя могу отметить очень интересную вещь, когда берешь S-Pen в руки и начинаешь им пользоваться. Какое-то время после него очень непривычно работать со смартфоном пальцем. То есть такое ощущение, что все-таки S-Pen у тебя был каким-то рычагом и продолжением твоего пальца. И когда ты обратно его засовываешь, у тебя какое-то странное чувство, но потом быстро привыкаешь. Но в любом случае это не мой формат. Однако я планирую провести несколько месяцев с этим смартфоном, попытаться с этим S-Pen делать какие-то интересные функции. К примеру, легкий монтаж видео на смартфоне. Он здесь возможен. Либо же обработку, ретушь фотографии. И поделюсь через несколько месяцев своими наблюдениями. Яна Сорокина спрашивает, стоит ли обновляться с Samsung Galaxy Note 8. Точно нет. Обновляться не стоит и даже нет смысла объяснять почему. Потому что кардинальных изменений просто не было. Вадим Граждан спрашивает, что по батарее? Действительно тебе ее хватает на целый день активного использования? Я отвечу на этот вопрос скриншотом. Вот скриншот, смотрите, вот столько времени он у меня работает. Тарас задает вопрос. Влезает ли в передний карман джинсы, удобно ли с ним ходить? Если джинсы узкие, вам будет очень больно. Как присядете, как придавят. Не представляете, какое ужасное чувство. Но у меня джинсы не узкие, поэтому мне удобно. ЕМ задает вопрос. Лучков, зачем ты дрочера вплодишь? Нет, следующий вопрос, это плохой вопрос. Айбек задает вопрос, что с вибромоторчиком раздражает? К удивлению, не раздражает. После использования смартфонов Xiaomi с их очень дешевыми вибромоторчиками. Вибромоторчик на Samsung не самый топовый, но не раздражает. Абсолютно приятно пользоваться. Я вибро, в принципе, отключил там на клавиатуре и прочих вещах. Но когда приходится там что-то нажимать и когда какая-то вибродача есть, ну, неплохо, неплохо, вполне неплохо, достойно. Олег задает вопрос. Поставь Google камеру и сравни фото со стокой родного приложения. Интересно, как он себя поведет, если в режиме портрета GKN сделает кучу фото подряд. Объясняю ситуацию. И когда я беру в руки смартфон стоимостью 1000 долларов, там, полторы тысячи долларов, 1200 долларов, я не позволяю себе ставить что-то левое на него вообще, потому что для меня это принципиальная позиция. Когда за продукт просят такие огромные бабки, я считаю, что там ничего допиливать не нужно, даже в том случае, если в нем что-то стоит коряво. Это просто немножко неправильный подход. Если вы платите такие деньги за смартфон, то вы должны просто его взять и начать им пользоваться. Без установки рута, каких-то Google камер и прочих вещей. Я понимаю, есть спортивный интерес, но в случае с этим смартфоном я этого делать точно не буду, да и в принципе незачем, потому что родная камера работает великолепно. Она вполне конкурентоспособна с точки зрения Google камеры. И не вижу смысла менять Google камеру сюда ставить и менять родное приложение. К тому же родное приложение, оно оптимизировано гораздо лучше. Я сейчас состою в паблике людей, которые занимаются разработкой вот этих портов, да, модов камеры. И я смотрю, как они это делают, какие там баги просто появляются во время тестирования этих камер на процессорах Exynos, даже на Snapdragon. Я понимаю, что все равно это все костыль. Это актуально для людей, которые имеют флагман позапрошлогодний, прошлогодний, недорогой флагман. И они хотят действительно улучшить качество своей камеры. Тогда есть смысл заморачиваться, перепрошивать и ставить. Если вы покупаете свежий смартфон за херовую тучу денег, не нужно туда вообще лезть. Он должен работать так, как придумали разработчики. Иначе не покупайте его себе. Павел Николаевич спрашивает, а почему так дорого? А хрен знает. Ну, я не знаю, ну, просто вот дорого. Компании иногда делают продукты дорогими, чтобы показать, ну, вот мы просто можем, да. Вот Sony делает смартфон XZ2 Premium, который стоит тоже хрен знает сколько денег, на определенную там аудиторию. Samsung делает тоже на определенную аудиторию. Я уверен, что Samsung понимает прекрасно, что Galaxy Note 9 это смартфон, который не будет продаваться так же хорошо, как Galaxy S8. То есть, его будут покупать бизнес-сегмент, люди на этих таких пиджачках, которые там приодеты, либо же творческие люди. Хотя я не представляю себе творческого человека, который занимается каким-то изобразительным искусством, чтобы он покупал этот смартфон ради S-Pen. Да, S-Pen это хороший как бы стилус, многофункциональный, много степеней нажатия, но люди, которые всерьез рисуют, они используют какие-нибудь вакомовские планшеты, какие-нибудь нормальные там перья, да, на компьютере это все дело подключают. Возможно, найдется какая-то аудитория, которой действительно необходимо вот это решение. Кстати, я знаю взрослых людей, которые мне всерьез утверждают, что вот прям класс есть, стилус в комплекте, мне нравится. Реально такие есть взрослые люди, которые абсолютно не идите, люди абсолютно не связаны никак с миром высоких технологий, но они каждый год постоянно обновляют линейку ноут, потому что им это по деньгам не накладно, и потому что вот они знают, что они получают там самый лучший экран, самую лучшую камеру и вот палочку в придачу. Георг Всемогущий задает вопрос, перо реально стало полезнее, функциональнее, или это все тот же стилус, как раньше? Оно реально стало функциональнее, потому что теперь это не просто перо, это еще и пульт. Я оценил единственную функцию, которая мне казалась полезной, это управление камерой, удаленно, то есть если я хочу сделать фотографию далеко от смартфона, то есть оставить его где-нибудь на периле, либо на подставке, уйти на фон, сам себя социографировать, я беру с собой перо, нажимаю один раз, происходит снимок, либо же нажимаю два раза и переворачиваю камеру на селфи-камеру. Это, кстати, очень полезная фишка. Если вы мобильный фотограф, много фотографируете, снимаете и снимаете нестандартные планы, где-нибудь используете мобильный штатив, ставите смартфон на разные локации под разными углами, Вот эта штука может помочь, к примеру, если вы используете ручной режим съемки и выставляете там выдержку длительную, чтобы ни в коем случае не дернуть смартфоном при нажатии снимка, чтобы ничто не пошелохнулось, оставили его вдалеке, поставили какую-то там выдержку длинную, бахнули и он снимает. У вас получается красивый размытый кадр. Последний вопрос задает Макс Филиппишин. Стоит ли клеить защиту на стекло, какое используется стекло и насколько оно прочное? Защиту на стекло имеет смысл клеить только из-за отсутствия царапин, то есть защиты царапин. С точки зрения падения на асфальт я сомневаюсь, что вам поможет защитное стекло. Ну то есть в какой-то степени, может и поможет, но если падение будет прямо на асфальт, на какой-то камушек, стекло может разбиться вместе с экраном. Вообще, вот если говорить гипотетически. Если говорить с точки зрения, я вообще не люблю стекла, я не клею стекла на смартфон. Чехол, да, чехлов огромное количество красивых, на деле, но вот это олеофобное покрытие, это качественный экран, он все-таки по-другому ощущается под пальцем и стекло все портит. Даже самое дорогое стекло, которое вы можете приобрести себе на смартфон какой-нибудь фирмы Spigen, там, либо же какой-то другой крутой фирмы, оно не будет так ощущаться, как экран этого смартфона. С точки зрения защиты олеофобного покрытия, тоже непонятно, что произойдет, когда вы снимете вот это защитное стекло, останется ли олеофобка на экране или не оставится. Да, понятное дело, что современные стекла, они садятся не на клея, на специальное электромагнитное статическое поле прикрепляются, но в любом случае, мне кажется, оно того не стоит. То есть стекла, это мое субъективное мнение, я не люблю ни клеить пленки на смартфон, ни стекла, чехлы, а более-менее еще ложе. По поводу прочности этого смартфона, кстати, мы сегодня его очень сильно тестировали и видно, где-то немножко коцнули. И вот на черном корпусе видно, что слезла красочка, то есть там видно уже именно алюминий, цвет алюминия, краска слезла, но от этого никто не застрахован. Да, мы его там швыряли, в воду тестировали, но вот так получилось, так что теперь вы уже знаете небольшой такой инсайдик про краску. Это были 13 вопросов о Samsung Galaxy Note 9, которые вы задавали в нашем Telegram канале. Мне нравится такой формат повествования, это не обзор, но ответы на самые животрепещущие вопросы. Я думаю, что следующие видосы о следующих смартфонах можно делать в таком же русле, так что подписывайтесь на Telegram, там я буду постоянно открывать комментарии, чтобы вы задавали вопросы. И на основе их мы будем формировать вот такие видосы. Пока!